Но Анкара играет сегодня свою роль. У Анкары появились свои возможности для влияния. Анкара сегодня максимально сближается с Великобританией. Ух ты! Это интересно! Максимально сближается. Нынешний руководитель БИ-6, Ричард Мур, который 1 октября был назначен на должность руководителя британской спецслужбы и, соответственно, который 7 октября встречался с Зеленским, он на протяжении 7 лет предыдущих был послом Великобритании в Анкаре. Интересно! Да, он личный друг Эрдогана. Дед Бориса Джонсона – этнический турок, который принял фамилию Джонсон, уже переехав в Великобританию в 30-е годы. Так что турецкое лобби в Великобритании достаточно сильно. И вот это сближение-то о чем говорит? Это очень интересно. Это значит, Британия начинает... Британия начинает свою игру, да, о которой мы говорили в прошлом, когда мы в прошлый раз с вами здесь общались, как раз мы говорили именно о том, что Великобритания превращается сегодня в новый центр силы в Европе и вообще в Евразии. Так что, по большому счету, именно вот эта ось Лондона-Анкара с нанизывами на эту ось Киева, Варшавы и прочих игроков, она будет играть в ближайшие десятилетия достаточно важную роль в Европе. Возможно, будет не только одним из элементов конфронтации с Россией, но и одним из элементов разрушения Евросоюза. То есть, в принципе, Украина тоже может во всем этом поучаствовать? Она уже начала участвовать. И то, что на протяжении одной недели в октябре Зеленский слетал сначала в Лондон, потом буквально транзитом через Киев в Анкару, и это можно рассматривать как один-единственный процесс, один процесс этих два визита, показывает, что Зеленский пытается сегодня включить Украину именно в эту ось. Это хорошо? Хорошее деяние? А это не хорошо, не плохо. Это новая действительность, с которой нам придется иметь дело в ближайшее время. То есть, можно говорить по большому счету, что мы очень медленно закрываем дверь в Брюссель и очень медленно открываем дверь в Лондон. Ух ты, какая интересная идея. А насколько Лондон сегодня может позволить себе тогда хорошую игру? Лондон уже позволил эту игру после того, как вышел из Евросоюза, после Брекзита. Лондон начал более активную игру именно в Европе, для того, чтобы превратиться в альтернативного игрока, который будет действовать, наверное, в пику вот этим общеевропейским структурам. Чем больше будет противоречия между Лондоном и Брюсселем, тем больше Лондон будет усиливаться. Тем более, что Лондон, понимая, что Соединенные Штаты сегодня не являются надежным центром силы в мире, он пытается замкнуть на себе все старые экспансионистские планы Соединенных Штатов, перехватить инициативу в этом направлении. Вот вы предвосхитили мой вопрос. Давайте еще раз. Вот смотрите, что получалось. Британия ведь всегда считалась союзником Америки. Вот можем ли мы сейчас вот эту ось, которую вы нарисовали, еще продолжить? Или все-таки нет? Да, конечно, можем. До Штатов. Да, нет. Дело в том, что не только до Штатов. Дело в том, что это возможно инициирование, в дальнейшем инициирование новых, скажем так, планетарных структур, которые могут прийти на смену НАТО, которые могут прийти на смену нынешним структурам. Это возможность использования, скажем, британского содружества, как некой новой формы сотрудничества. Из обычного клуба друзей в Великобритании можно создать достаточно активную структуру для вот именно экспансионистских планов в Великобритании. В Великобритании, в отличие от других стран, накоплен опыт сотрудничества с элитами практически всех государств, и они знают, как необходимо с ними сотрудничать, что необходимо делать. Более того, Великобритания никогда, когда она приходит в ту или иную страну, она никогда не борется с коррупцией и с прочими общественными пороками. Она пытается их обернуть в собственное благо. То есть, да, пожалуйста, вот вы хотите, чтобы у вас была коррупция, вот ваша коррупционная система, но мы ее будем контролировать, условно. Это подход Великобритании во всем мире. Плюс ко всему, Великобритания после себя, когда она уходит откуда-то, оставляет такое огромное количество противоречий, что в результате эти противоречия на протяжении ста и больше лет будут работать именно в пользу Великобритании и против вот именно этих бывших колониальных систем, бывших колониальных владений. Пример Индии и Пакистана показательный. Вот интересно, а ресурсы-то у Британии есть для того, чтобы... Есть. Там то и дело, что как раз главное, что есть у Британии, это интеллектуальный ресурс. Это главное, что есть. А все остальное, это дело нажимное, как показал опыт предыдущих нескольких сот.